Приветствую тебя, дорогой Роман. Приветствую вас, Хасай, дорогой мой любимый друг. Очень рад вас видеть. И для меня, я сразу скажу, для меня огромная честь выступать в дуэте с человеком-легендой. Ну, ложное смирение – суть гордыня. Чтобы у тех, кто нас сейчас видит и слышит, не сложилось впечатление, что это грубейшая лесть и так далее, я хочу с вами поделиться одним из итогов наших бесчисленных ночных философских размышлений и разговоров. Что такое друг? Мы не задумываемся, когда употребляем эти сакральные слова, великие по звучанию и по вибрациям. Так вот, друг – это не просто другой. Другие все. Это не альтернатива «я», не альтер-эго. С латинского, кстати, альтер-эго переводится не только как «другое я», но и как «высшее я». Так вот, есть такой очень хороший русский глагол – «водружать». Он забыт сейчас. Водружают знамя победы, водружают монумент, водружают что-то на высоту, чтобы было видно всем. Так вот, для меня друг – это тот, кого я водружаю как знамя, как ориентет для себя. И тот, кто меня водружает взамен. Тогда и получается удивительная гармония, взаимодействие, когда не надо спорить. Поэтому, дорогой друг, легендарный, великий человек, благодарю вас. Ну, и поэтому я счастлив просто, что у нас встреча такая сейчас происходит. Я поставил, я обычно ставлю, вот когда наша школа, и когда я провожу какие-то занятия, я ставлю какую-либо из своих картин. И сегодня я поставил вот эту, потому что она называется у меня и участник события, и его свидетель. Как тебе эта картина? Потрясающая картина. Я для себя ее назвал «Истина». О, как интересно. Давай мы ей присвоим вот это. А вот сразу не надо соглашаться, я готов обосновать. Я настолько согласен сразу, потому что и участник событий, и его свидетель, это и есть собственная истина. Ну, в общем, да, это две стороны процесса. Это между правдой и ложью, это та тончайшая грань. Так вот, для меня человек, который смотрит сегодня, здесь и сейчас, это тот, кто умеет останавливать мгновения. А тот, кто умеет останавливать мгновения, обладает властью над временем. Кто обладает властью над временем, поднимается над суетой, и тот может увидеть истину в этом неуловимом, настоящем. Кстати, настоящее слово-то какое хорошее. Хорошо, да. Ты поэт, ты поэт. Я думаю, что все нормальные люди, и художники, и поэты, и математики, и физики, и химики одновременно, потому что у них есть здравый смысл и чувство гармонии. Ну, в любом случае, и цифры, и буквы, они, конечно, дружат, и все старинные древние алфавиты были одновременно и буквицами, и числицами. Мы же до сих пор пишем римскими буквами определенные числа. Там глубочайшая связь между читать и считать. Читать – это чтить, а сочитать – это уже вторично. Все-таки буква изначально, изначально было слово, составленное из этих букв. Ну, в любом случае, для меня это действительно истина, тем более я вижу на этой картине сердце в руках. Это не просто разум, который смотрит в это мгновение, это еще и душа, которая управляется руками. То есть это идеальный случай, когда человек может взять в руки свою судьбу, обуздав свои чувства в виде сердца в руках, и сфокусировать свое зрение на настоящем, посмотреть в суть, в корень. Прекрасная картина, для меня это истина. Как интересно, тут видишь маленькая свечечка еще, вот этот огнечек пламени. Да, да, вижу, да. Как ты объясняешь, ну ты поэтому профессиональный нейролингвист, что ты знаешь корень слова, в смысле смысла слова. И мне это очень интересно. Я думаю, для всех участников нашей школы «Человек будущего homo futuris» будет это все безумно интересно, то, что ты говоришь. А насчет чисел и букв я тебе хочу сказать, никогда не был в ладу с математикой, никогда не понимал, что такое число, пока мне не объяснила одна математика, ну заслуженный учитель школы, вдруг, когда я уже будущий взрослый, я сказал, ты математик, Саша, скажи, пожалуйста, что такое число. И она мне объяснила, что это отношение. Оказывается, дело в том, что нас не всегда правильно, взаимодействует нас не всегда правильно с областью деятельности. Многим людям кажется, я в этом не разбираюсь, это мне недоступно. Только потому, что учитель был не очень, просвещенец, как говорится, не открывал ему свет в глазах. И на самом деле мы и по антибатику бы понимали, если бы нам правильно ее показали. И вот в свое время мне музыку неправильно показали, я думал, что я никогда не могу понимать музыку. А потом вдруг в самолете случилось, и был моторов, там я был очень напряженный, тревожный, уставший. И вдруг я услышал такую музыку. Я думал, что это в радио, а радио было выключено в самолете. Оказывается, она играла во мне. И это такая была музыка, я когда стал к ней прислушиваться, когда понял, что во мне, вдруг она стала меня тем, и соло вела скрипка. А я в детстве, меня выгнали из мужской школы, потому что я не умел играть на скрипке, потому что я думал, я вообще никогда не научился ставить на скрипке, потому что у меня учительница такая была. Я хотел поделиться, что касается музыки. Я самый играющий и пишущий человек, правда безграмотный, ноты я не знаю. Как говорил Дэвид Боуэй, мне эти крючочки мешают играть рок-н-ролл. Но однажды судьба меня свела с удивительными людьми, с ангелами во плоти, с Александрой Николаевной Пахмутовой и Николаем Доброгравовым. Вот сидим мы на Мосфильме, пошли в столовую, она так трогательно заботилась. Ромочка, возьмите этот пирожок, вы, наверное, с утра не успели ничего поесть. И я сидел просто, передо мной сидело живое чудо во плоти. Люди, которых я слышал с детства, а боготворить их начал уже в достаточно зрелом возрасте. И я не выдержал и сказал, Александр Николаевнов, я должен перед вами покаяться. Сколько сотен раз я слышал Беловежскую пущу, и только почувствовав себя зрелым человеком, при том, что у меня абсолютный гармонический слух, я услышал в Беловежской пуще Баха, гармонию Баха. Она так смутилась, Ромочка, нет, это я написала, я говорю, Александр Николаевнов, это не про это. Это небесная музыка, вы подключены к этому. Это объяснение в любви. Вы равновелики Баху. Но для того, чтобы это понять, надо созреть для такой музыки. Надо не слушать ерунду, которая, как сказала Наталья Бехтерева, никуда из мозга не выходит. Весь этот мусор остается. Надо, наконец, сделать выбор, как я сегодня на Сталинграде говорил, надо делать выбор между Бахом, между Хасаем Алиевым и Стасом Михайловым. Надо просто понимать, чем загружать собственный мозг. Это нравственные ориентиры. Но разговор продолжился, она так смутилась. Я говорю, слушайте, ну у вас потрясающая гармония. Вы для меня один человек. Ведь для того, чтобы написать не текст для поющих трусов, а именно поэтическое произведение, это же надо слышать музыку нот, музыку букв. Я попробовал произнести фразу из Беловежской пущи «Как олени с колен пью святую твою родниковую правду Беловежская пуща». Я говорю, у меня холод родника на языке проступил. Она говорит, ой, Сашенька, послушай, что Ромочка говорит. «У тебя есть настоящий ценитель, и все еще пропало в нашей стране». Это было, конечно, очень трогательно. Но я к чему это говорю? Говорю к тому, что надо ставить перед собой очень высокие ориентиры. Надо брать в качестве примера очень высокую планку. Но деградировать проще. Деградировать можно в одну секунду. Исправить этот процесс невозможно. Фарш невозможно провернуть назад. Скатиться с лестницы проще, чем по ней подняться. Но только поднимаясь по лестнице, мы способны остаться людьми или стать людьми. Выбор между человеком и животным – это наша свобода, дарованная нам Создателем. К сожалению, это страшнейший экзамен, который надо выдержать. Я, кстати, вот когда нас сейчас вот это образование планку снизило до уровня примитивизма и обучают нас оперировать большими объемами информации, не вникая в суть смысла. И не учат нас мыслить, а учат автоматически что-то делать, не вникая в глубину, не проникая в суть вот эту истину, о которой ты сказал. Мне кажется, это дело все-таки без примеров невозможно. Надо, видимо, людям являть пример, высокого духа примеры. Потому что просто сказать ему, ты должен лучше понимать вещи, этого, наверное, недостаточно. А как? Да, а как, да. Ему нужно собирать между чем-то и чем-то. И мне кажется, человек развивается тогда, когда он соприкасается с настоящим. А настоящая – это доброта и шедевры мировой культуры. Настоящая. Ну, есть еще для меня очень понятная функция настоящего. Вот настоящее время же его уловить невозможно. Есть только миг между прошлым и будущим. Только секунду назад это было будущее, секунду спустя это уже прошлое. Где же это настоящее? Настоящее – это способность подняться над этим временем, как это изображено в этой картине. Я это вижу совершенно четко. И понять, а настоящее зачем нам дается? Настоящее можно понять только через призму великого плана каждого человека под названием будущее. Человек отличается от животного тем, что ему даровано абстрактное мышление. Он может подняться над окружающими его предметами, создать образ будущего, создать нечто, что называется мечтой. К этому слову я хотел бы чуть-чуть попозже вернуться. Он способен увидеть этот образ и к нему двигаться нерефлекторно. Он не роет нору, как зверь, потому что ему надо укрыться. Он строит дом с прицелом на будущее поколение. Он ребенка рождает не потому, что физиологически к этому приспособлен, а потому, что он создает таким образом будущее. И когда мы говорим о том, что надо руководствоваться примерами серьезными, для начала надо подумать, что мы проецируем себя в будущее, в том числе и через детей. В том числе и через себя, на себя будущих через 10, 20, 30, 50 лет. Вот функция настоящего – это спланировать, увидеть образ настоящего будущего. Есть в английском языке такое понятие present future. Это будущее, которое здесь и сейчас. В русском языке есть очень интересная форма – будущее в прошедшем. Когда человеку говорят, что ему нужно сделать, используют глагол прошедшего времени. Пришел ты домой, выключи свет. Это будущее, которое в образе уже состоялось. Для этого человеку надо развивать свой интеллект. Интеллект – это способность из стандартного набора элементов создать новое качество. Это не энциклопедические знания, это не эрудиция. Интеллект – это творческая функция. Это основное предназначение человека – сотворить для себя новый мир, приблизить этот мир к идеалу, взять палитру с несовершенными красками, смешать их и сделать картину. Картина – это образ будущего. Вот образец творчества. Художник увидел это неведомыми мне способами. Хосе, любимый, дорогой, это знает лучше, как происходит этот процесс психофизиологический, как на него настраиваться. Но это как раз то самое, ради чего человек пришел в этот мир. Он должен создать что-то. Сначала к нему приходит вдохновение или одухотворение. Это нечто непонятное, что формирует у него мыслеобраз, идею. Ему для этого дана душа, ему для этого дан мозг. А после этого ему даны руки, ему даже даны умения, которые даются с потом, с кровью, иногда врожденные. Но все равно через труд, через пот. Для чего? Для того, чтобы это, вслушайтесь в это слово, воплотить. То есть сделать плотным, трехмерным, ввести в эту вселенную то, что к тебе пришло как дух. Ты просто инструмент для того, чтобы сделать этот мир лучше. Как настраиваться? Людям, которые расстроены. Как настраивать этот инструмент? Как эти струны настраивать, чтобы на них сыграть, да еще научиться играть? Это вот, пожалуйста, к любимому Хасаю. Я как раз хотел тебе рассказать свою точку зрения и насколько она тебе будет интересна. Я хочу себя проверить. У меня такое представление, что вот это лежит в человеческой природе. Вот это высота духа, его генетики. Вот он родился уже в процессе эволюции путем многотысячимиллионного летнего отбора. По закону сохранения энергии, проходя по пути наименьшего сопротивления, но закрепляя наиболее выживаемые качества. И вот он таким образом сегодня есть, допустим, я или ты, или он. И в этот момент у него бывает такое состояние смятения мысли, стресс, когда шторм. И у него бывает состояние, когда есть безмитяжность. Не смятение, а такой глубинный душевный покой. И в этой глубине покоя, на дне этой глубины, как раз-таки та самая высота, где проявляется его самое такое сокровенное самоосознание. И там проявляется его как бы резонанс со всей структурой Вселенной, законами природы, поскольку его мозг тоже есть в создании законами природы. И тут получается, что когда человек занимается любимым делом, открывает свои способности, заданные ему генетикой от природы, он становится свободным. То есть наша задача, генетически заданная нам, наше предназначение каждого, раскрыть свои таланты и способности. Потому что когда мы занимаемся любимым делом, как раз это у нас включаются, все ресурсы, все механизмы, заданные от природы. И мы входим в некое состояние созидательного творчества, которое Ченскен Михаэй называет поток. То есть мы настолько сосредоточены, и когда это совпадает с любимым делом, а не с подневольным трудом, когда нам надо сосредоточиться на том, что нам претит делать. Я поэтому вообще думаю, что не труд сделал из обезьяны человека, а свободный. А тупой механический труд, подневольный, делает из человека обезьян. Бессмысленный труд. Я вот когда смотрел твои выступления, я как раз таки первое, что я увидел, я уже созрел до этого и увидел сразу вот это. Ты сказал, что расчеловечивание происходит тогда, когда человека лишают смысла действий. То есть когда то, что он делает, вот его усилия не соответствуют его генетической структуре, к чему он предрасположен. И у него когда нету способности реализовать себя, раскрыть свои таланты, а его заставляют делать несоответствующие ему, его природе, какие-то насилия над ним, и он вынужден это делать, он лишается смысла жизни. Зачем я эти усилия делаю, они не соответствуют мне. Он даже не размышляет над этим, но так получается, что у него здоровье сразу рушится, у него возникает депрессия, у него смысл жизни пропадает, потому что смысл жизни возникает тогда, когда человек получает такое экзистенциальное удовольствие от того, что он делает, потому что это совпадает с его способностями природными. И вот когда есть эта синхронизация между его генотипом, его склонностями и действиями, которые он осуществляет, тогда и происходит такое взаимовое и как-то проникновение человека и Вселенной, какое-то взаимодействие законов природы и его генотипа, который создан этими законами природы, но идет оттуда, оттуда, из прошлого идет. И тут в это состояние он соприкасается с вечности. Я хотел бы поделиться тем, как я для себя все это дело сформулировал, я решил это предельно упростить. Опять же, с точки зрения смыслов и лингвистики, существует большая разница между работой, трудом и творчеством. И я попытался для себя, я не навязываю эту точку зрения, я попытался для себя объяснить смыслы, в чем разница. Работа по физическому определению – это любое преобразование материи и энергии, точка. Работу совершает ветер, работу совершает водопад, когда потенциальная энергия переходит в кинетическую. Работу совершает листва, когда она колеблется, работу совершает муравей, когда он тащит хвою щепки, создает свой дом. Это неосмысленное действие, которое выполняется, ну, как ветер дует. Там нет ни души, ни интеллекта. Это абсолютно механическая история. Труд – это все-таки уже серьезное преобразование, которое также выполняется, но выполняется без души. Скажем, осмысленно, да, я работаю, я тружусь, потому что мне надо накормить мое туловище. Я встаю на конвейер. Человек трудится, но и здесь, не обладая, не вкладывая душу, он не становится субъездным. Это не продукт его идеи, не продукт его воплощения, не продукт его внимания творчества. Что же такое творчество? Творчество, в отличие от работы и труда, это, собственно, высшее проявление человека. Это действительно его замысел. Здесь он субъектен, здесь работает и его душа. Здесь работает его интеллект, он знает, как это воплотить. Он ищет способы. Воплощение того, чего в природе еще нет. Он делает что-то не серийное. Он не работает на конвейере. Он не строит по лекалам генетически обусловленным муравейник. Он создает что-то, что является, внимание, его личной проекцией на Вселенную. Он себя проецирует. Таким образом, человек уподобляется Творцу, потому что он делает себя бессмертным в том, какой след он оставляет во Вселенной. Это для меня очень важный момент. И здесь я хотел бы вернуться к тому слову, на котором я поставил маленькую зарубочку. Это слово «мечта». Немецкие власти, германские власти, пару лет назад провели серьезное социологическое исследование среди школьников и выяснили, что немецкие школьники не умеют бояться или не хотят мечтать. И власти забили тревогу. Они начали их обучать мечте. Что это значит? Настолько оказалось скованным и сцепленным сознанием, вот этими цифровыми технологиями и так далее, что образ будущего не формируется. Отбито абстрактное мышление. Человек сам себя лишает смысла своего существования. Его отучили от творчества. Если вдуматься в слово «мечта», просто произнести его «мечта» — это очень сильное слово, оно очень энергичное. Там очень много энергии. И если это далеко не розовые грезы, не мечтание на диване и так далее, в слове «мечта» корень меч. Мечта — это то, что тянет человека к себе, что дает ему смысл движения, что превращает его действия из работы рабской, из труда ради поддержания, извините, штанов, превращает в его в осмысленное существо, равно великое творцу, заставляет его мечом пробиваться, намечать, строить планы, искать способы. Вот что такое мечта. Поэтому, конечно, надо и прежде всего надо научить себя мечтать, расковать себя, дать себе право и научить мечтать детей. Спрашивать их чаще, чего же тебе хочется. Не заставлять их продолжать нереализованные наши планы. Не заставлять их доплачивать те долги, которые мы взяли у Вселенной, не реализовав себя. Спросить, что хочется лично ему. Есть хорошее слово «задаток», когда говорят, вот у человека хорошие задатки. Почему-то мы не задумываемся о том, что задаток по определению — это аванс. А авансы надо оплачивать. Задаток — это долг. Это наш долг перед Вселенной. Нам это дано. За-да-ли нам задаток. Это наше задание. Это наши способности. Они не наши. Это надо оплачивать. Это надо возвращать. В виде материализованных мыслей, материализованных идей. В противном случае человек убьет себя. Вся эта гигантская энергия будет направлена и против его психики, и против его тела. Тогда он, естественно, деградирует от творчества к труду. Будет трудиться ради того, чтобы кормить свое тело. Без ответа на вопрос «а зачем?» Ради пары тонн продуктов, которые я переведу, извините, на вторичный продукт за свою жизнь? Я зачем вообще миллионы лет? Мои предки боролись за существование, выживали во всех условиях, чтобы я здесь появился? Чтобы я что? Роман, вот я тебя слушаю, как будто я это ты. Да мы, понятно, потому что мы на одной волне. Да, да, да. Ты представляешь, у меня было сотворение «Красив цветок, распускающийся в каплях свежей росы, берущий и отдающий свет». Только человек счастлив в раскрытии своих способностей, берущих и отдающих ее в никто. Именно в раскрытии своих способностей, вот когда ты сказал сейчас о том, что он уникален, в плане он выполняет данную ему заданную, как бы раскрывает то, что ему природа дала, то, о чем мы говорили, генетически, и когда он раскрывает эти свои способности, тогда у него есть смысл жизни и смысл тех действий, которые синхронны с способностями. И у него есть смысл, ради чего жить, и вот ради этого раскрытия. Вот эти все совпадения происходят. И самое интересное то, что ты сейчас сказал для меня, дело в том, что психотерапевтическая методика, одна из моих методик, она основана на том, что я учу женщин и мужчин. Я их спрашиваю, о чем вы мечтаете, и когда она мне говорит, я ни о чем не мечтаю, в том смысле, какой смысл мечтать? Я говорю, как какой, ты позволь себе мечтать? Она говорит, а толку-то что? Я говорю, я понимаю, что толку-то что, но если ты будешь мечтать, например, засыпая, и позволишь себе мечтать даже о том, что толку нету, но то, что тебе хочется помечтать, вообрази себе, что ты там в том районе находишься, где тебе все дозволено, где никто тебя не увидит, никто тебя не поругает. Но ты будь сама собой хотя бы 2-3 минуты во сне, вот так засыпай. И они начинают выздоравливать. Потому что, по моим представлениям, с точки зрения психофизиологии, во время процесса мечтания происходит синергетический процесс, миллиардов клеток мозга, они начинают целостно-целостно и интегрированно работать. В то время, когда человеку не позволяет мечтать, а заставляет думать не о том, о чем ему хочется думать, у него происходит разрушение вот этой целостности. Именно тогда, когда человек делает насилие над собой, когда он работает по заказу, по-жёсткому, или вынужден думать не о том, о чем ему хочется думать, когда он не остаётся самим собой, когда он разрушается. И вот ещё одна из методик у нас заключается в том, что хотя бы на 5 минут в день надо побыть самим собой, выйти из суеты и мысли, из этой кафонии Внешнего Мирового Оркестра и услышать, как я говорил в одной из метафор, свою собственную внутреннюю музыку, успокоиться, выйти на состояние безмятежности. И в этом состоянии человек начинает лучше понимать, чего он хочет и как этого проще достичь. А насчёт творчества я хочу тебе сказать, что как раз-таки у меня есть такая формулировка, позволяйте скажу, формулировка такая, что творческий подход – это поиск наиболее простого решения, но через призму в общечеловеческих ценностях. Вот тогда это получается уникальным произведением, потому что раньше думали, творческий подход – это сделай не так, как кто-то. И поэтому додумались банки просиловать холсту там или ещё какие-то, главное, чтобы было не стандарт. А на самом деле творческий подход – это поиск наиболее простого решения, но через призму высших общечеловеческих ценностей. Почему я говорю общечеловеческих? Потому что, оказывается, на дне каждой глубины души лежат одни и те же параметры. Это на самом деле, вот эта безмятежность, она проявляется там, как именно он сам и есть, вот о чём он думает в этот момент, когда он ни о чём не думает. А в этот момент он либо думает об актуальной доминанте, вот эмоциональное потрясение какое-то, фильм плохой, посмотрел, что ещё следует, это реакция. Но если он вышел на это состояние безмятежности, у него открывается как раз-таки вот этот контакт с вечностью, у него открывается вот как раз-таки он сам для себя в той бесконечности, где нету страха, комплексов, шаблонов мышления и других каких-то вот блокирующих сознание и организм каких-то пределов. И он какой-то становится такой вот, и у него такое состояние, и на дне молитвы это лежит повторяемое, и когда человек нервничает, он ходит туда-сюда по комнате, и когда он нервничает, он может огонь качать, и он всё время ищет этот балансировок, чтобы выйти на самую себя, а на самой глубине он, он как раз-таки это как называемый дефолт работы мозга, когда он как бы ни о чём не думает, но там на самом деле и происходит сплавление всех его личных опытов в разных направлениях интегрируется в едино-целостную самоорганизацию личности. То есть без этого состояния, как это называется, как это, нулевое состояние у меня называется. В разных религиях по-разному называлось, и в разных методах по-разному. То психическая релаксация называется, и то медитативное состояние, то называется дзен, то называется нирвана, то есть, собственно говоря, и оказалось, что путь к этой нирване такой простой, просто люди раньше этого не знали, потому что они по внешней форме пытались к этому пройти. А на самом деле, если человек позволит себе просто хотя бы пять минут делать то, что он хочет, не задумываясь, он чаще всего приходит к определенному автоколебанию, и в этом автоколебании автомат действительно начинает работать, и он позволяет себе так делать, так как ему нравится, и он вдруг начинается снижение напряжения, суета уходит в безмятежности. Это в религии христианской называется умолитвенная благодать. А у мусульмана называется фанат, слияние с Аллахом. Просто разные пути к этому состоянию. Ну, ключ быстро позволяет. Почему? Потому что человек подбирает себе те действия, которые с ним синхронны в данный текущий момент времени. Но это уже чисто технология, то есть скорость автоматизации начатого процесса. Например, я буду вот так делать десять раз, и потом отпущу, и она как на автомате идет. А вот так буду делать, и через пять раз у меня автоматизм наступает. Значит, я выбираю вот это действие. И через это действие она у меня начинает эррадиировать по всему организму. Это очень интересная штука. Меня просто удивляются, как это можно. Но это я вырабатывал после терактов, когда люди были пострадавшие, и надо было их вытащить. Они не могли в этот момент слышать психолога или еще кого-то, или думать, о чем ты им предлагаешь. Они не могли. У них там в голове трагедия большая. Я им тогда стал говорить, а ты думай, о чем думаешь. А мне же плохо. Мне же говорили, надо думать о хорошем. Но если бы ты мог думать о хорошем, так и проблем бы не было. Ты думай, о чем думаешь. Но при этом делаешь, что делается. И он говорит, а мне хочется выйти, так ты вой. А мне хочется орать, так ты ори. А мне хочется прямо дать кому-нибудь, так ты по воздуху это делай. И он давай, и бой с тенью начинает. А оказывается, у спортсменов бой с тенью домашнее задание у боксера. Просто тренеры не знали, что бой с тенью можно давать не только боксеру, но вообще любому человеку, чтобы побить своего врага, мимого. И вообще оказалось, что вот эти все действия, которые синхронно текущему состоянию человека, снимают лишнее напряжение. А потом он съел после всех этих боев, после того уровня, который был, или он там сидит, стонет вот так, вот так то, стонет. Потом сел, сделал взгляд рассеянный, и у него наступает вот эта безмятежность. Он выпустил пар. То есть по существу не противоречить тому, что происходит, а наоборот, в гармонии с самим собой, выйти из этого штопора, выйти из этого тупика. И почему я это понял? Это очень интересная штука. Дело в том, что когда мы попадаем в неопределенность, когда мы сталкиваемся с неизвестностью, где нет у нас заготовок, потому что все адаптивные программы отключены, это новое, это неизвестное, мы столкнулись. то как адаптироваться к этому? Оказывается, адаптироваться можно только через полную определенность. А полная определенность – это повторяемые движения в каком-то ритме, потому что, или повторяемые мысли, потому что там нету неопределенности. Там каждое следующее действие – продолжение предыдущего. И вот когда… Поэтому молитва построена на повторении, поэтому все циклические виды спорта на повторении построены. В общем, человек просто выбирает в жизни именно те виды спорта, вообще-то, в котором он прорасположен. И тогда у него судьба складывается, как у спортсменов, например. Один выбирает вот эти движения, другой выбирает эти движения, третий выбирает на коне или бегом. Это очень интересное явление, когда мы говорим о согласии с самим собой. То есть счастье – это быть самим собой. Вот вопрос, как, собственно, быть самим собой, как прийти в себя. Ну, есть такое понятие – человек не в себе. Да. Да, он должен прийти в себя, успокоиться. Вот, да, вот. Теперь, но все, что связано с творчеством, о котором мы говорим, для меня это аналогия слова «любовь». Но любовь не так, как она сейчас воспринимается большинством. Мы полюбили друг друга с первого взгляда, и так далее. Вот то, что большинство воспринимает как любовь, это не что иное, как невротическое состояние влюбленности. Это невротическое состояние, оно ненормальное. И по всем законам психофизиологии у здорового человека невротическое состояние рано или поздно проходит. У кого-то раньше, у кого-то позже. Что происходит в этот момент? Физиологи не дадут мне соврать, но если одну и ту же точку на теле иннервировать, даже очень больно, очень долго, нервы перестают передавать этот сигнал, вернее, он передается, а мозг перестает воспринимать сигнал как боль. То есть многократно повторяемое возбуждение приводит к притуплению этого сигнала. Такое возникает, когда одна и та же шутка слышится много раз. Такое возникает, когда лицо любимой женщины, которое потрясло в первую встречу, через месяц становится привычным, и мы смотрим сквозь него. То же самое происходит и с эмоциями. Маятник, по всем законам физики, все время стремится к состоянию покоя. Что происходит? Вот это движение маятника от эйфории к депрессии, когда нас, прошу прощения, за современное слово колбасит, вот это богатство эмоциональных реакций, которые на самом деле чистейшая химия, и не более того, у нас воспринимается как любовь. Заключается брак. Через какое-то время вот эта вот вся конструкция по всем законам физики и Вселенной начинает стремиться к состоянию покоя. И этого страшно бояться. Почему? Потому что в этой точке по умолчанию общество говорит, что любовь прошла. Стоп! Она только началась. Прошло, ушел не в роз. Без покоя любви быть не может. В состоянии маяты, маятника, отдавать ничего нельзя. Любовь – это отдавать. Так вот… Можно показать. Извини, Роман. У меня есть, который называется «Старый друг». Извини, это то, что ты говоришь сейчас. О том, что любая страсть может проходить, но вечная любовь, она человеческая. Конечно. Страсть, хорошее дело, страстью не назовут. Это невроз. У нормального человека он проходит. А нас заставили его бояться. И что происходит дальше? Кто-то пытается раскачать этот маятник. Либо там скандал, либо, извините, походы налево-направо, либо попытка играть в ролевые игры, одеться в маски, в костюмы какие-то, изобретать все новые и новые способы раскачать этот маятник. Но смотрите, какая гармония прекрасная. Вот самое интересное, я хочу сказать. Она как бы здесь и как бы там, где должна быть. Так вот. Они как бы одеты и раздеты, и в то же время. Это видно, да. Абсолютно. Что они по существу уже и не спят друг с другом. Уже 20 лет не спят. Они вообще не встречаются. Но у них есть, это называется, старый друг. У них есть человеческая любовь. То есть вот это о том, что любая любовь проходящая, а только человеческая личная. Ну, так вот, собственно, мы говорим об одной и той же любви. Проходит не любовь, а проходит влюбленность. И надо стремиться к тому, чтобы эта влюбленность прошла, чтобы эти глаза во время гона прекратили выпучиваться, чтобы не было розовых очков, чтобы не было иллюзий, а иллюзия – это пустышка, за которую мы платим самую высокую цену, чтобы включилось сердце, душа и разум. Вот тогда в состоянии покоя я и могу оценить. А что же своей женщине я могу отдать? Вот вдумайтесь, существует ведь такая большая разница между двумя словами. У меня не получается или у меня не выходит. Почувствовали разницу? Повезли, пожалуйста. Вот получается это, я хочу получить себе. А выходит, это я хочу отдать. И когда нам средства массовой информации, священники всех вероисповеданий и конфессий начинают рассказывать о том, что любовь – это чувство, друзья, не слушайте, либо они глупцы, либо провокаторы. Чувство – это сфера восприятия. Чувство – это химическая реакция организма на внешнее возбуждение или физико-химическая реакция. Это сфера восприятия. Чувство – это прополучать. Понимаете разницу? Это отражение внешнего стресса или дистресса. Это как я получаю. Для чувств у нас есть органы, для зрения у нас есть глаза, для обоняния нос, для вкуса язык, для слуха – уши. И все начинают искать орган для любви. Его перемещают от сердца до гениталий. Так вот, чувство – любовь – это не чувство. Это не сфера восприятия. Нельзя чувствами или получением описывать любовь, получением положительных эмоций. Не мне с тобой хорошо, а мне хорошо, а мне хорошо, потому что тебе со мной хорошо. Любовь – это отдавать, заставлять другого получать, чтобы у тебя выходило, а не получалось. Любовь – это состояние, со-стояние, совместное стояние, статичное, абсолютное состояние покоя, вдвоем покоя. Но это бывает, к сожалению, это бывает, к сожалению, очень редко. И поэтому, по всей видимости, люди много раз женятся и разводятся. И поэтому, как говорил Далай-Лама как-то, что стакан в одном стакане не может быть все сразу. И поэтому, я так это интерпретирую, что с одним человеком ты взаимодействуешь, он добрый, другой человек там, какой-то поэтичный, третий человек там, какой-то. С кем ты как себя чувствуешь? С кем ты как себя чувствуешь? Ну вот, прошу прощения, я готов… Включай. Какой график? Да. Я не готов спорить с Далай-Ламой, тем более, что лично с Римпотти XIV я знаком. Более того, для буддистов могу сказать, что мы с ним лично обнимались, после чего по Елисте я ходить не мог. Мне все стучали по спине, и младенцев давали в руки. Но, обратите внимание, что говорит Далай-Лам? Это то, как ты чувствуешь человека. Опять, как ты человека чувствуешь. Ну, легко рассуждать человеку, который сознательно отказался от близости с женщиной, и от того, чтобы рожать детей. Ничего он в этом не понимает, и готов это ему сказать в глаза, и воспримет это он со свойственным буддисту смирением. Любовь – это не тот коктейль, который мы для себя выбираем. Любой альянс складывается только для… Можно я тебя сразу спрашиваю? Потому что нас будут смотреть много женщин, а их это очень интересует, как и мужчин, как и мужчин. Но вопрос этих личных отношений очень важен. И мы затронули такую тему. Я считаю, что это глобальная проблема человечества. Личные отношения сложнее быть не может. И тут как раз затронули самое зерно этого вопроса. Как же поступать тогда, когда кроме души у нас еще и тело? У меня есть ответы на эти вопросы. Мы можем, конечно, с вами, дорогой Хасай, повесить интригу и отдельно поговорить о любви в следующий раз. Но, дорогим, любимым, уважаемым и ценимым мной женщинам, я могу сказать так. Выбирать надо не мужа и партнера по постели себе. Это не цель. В избраннике надо увидеть отца своих будущих детей. Если вы посмотрите, не я себе хочу получить, а я хочу отдать миру ребенку, который будет воспитан этим человеком, будет похож на него. Уверяю вас, и с мозгами, и с душой, и с телом у вас будет все в порядке. Выбирайте папу своему ребенку, а не полового партнера в постели. И все будет очень хорошо. Мы говорим об абстрактном мышлении, мы говорим о мечте, мы говорим о стратегическом планировании, что и есть основная функция человека. Так вот, собственно, реализуйте это на себе. Посмотрите на этого человека глазами себя 20 лет спустя. Посмотрите на него 20 лет спустя. Постарайтесь увидеть его дедушкой своих внуков. Тогда я хочу тебя спросить. Пусть им эта девочка воспитанна в нашей сегодняшней среде. И она смотрит на такого, как ты, такого замечательного, к примеру, и смотрит на другого, такого циничного, такого неприятного, но такого богатого и состоявшегося. И она думает, вот мои дети с тем человеком, с сынником, с директором какой-то компании или банка, они будут надежной защищенностью. Ну, тут вопрос ведь опять же о том, насколько повзрослела у девочки душа. Если она остается на уровне развития 12-летнего подростка, то в этом возрасте биология сильнее мозга. И нижние чакры, они гораздо сильнее работают, засоряют сознание. В этом возрасте девочки любят доминантных самцов. Они видят в них защиту, и основной ценностью является брутальность, возможность кому-то навалять и накостылять. Вы знаете, жить с человеком, который всю жизнь бьет кому-то морду, защищая вас от каких-то мнимых или реальных угроз, ну, вы проецируете себя, ребенка, на него и ищете себе папу, который наваляет обидчику в детском саду. Для того, чтобы увидеть отца будущего ребенка именно так, глазами взрослого человека, надо немножечко повзрослеть. Надо все-таки заняться собой и не тормозить себя на возрастном ограничении 12 лет. Я думаю, так. Это вопрос не физического взросления. Даже... Конечно, конечно, конечно. Но все время... Опять же, за эти иллюзии приходится очень дорого платить. Любой, кто ставит своим приоритетом зарабатывание денег, ну да, финансово он вашего ребенка обеспечит. Но у большинства людей очень хорошо состоятельных, более чем состоятельных, дети психопаты, им нечего больше желать. Да, они вроде защищены, они бегают с охраной. Папа в это время тратит себя на работе. Является ли он воспитателем ребенка? Да нет. Он купит воспитателей. Отец он ребенку? Нет. Вы думаете о себе, вы думаете в этот момент, уважаемые девочки, о том, что вам будет комфортно, что вам не придется, извините, страдать и в поте лица зарабатывать этот хлеб. Но это иллюзия, они очень быстро разбиваются. Я это понимаю, вот они не понимают, в этом всем дело. И вопрос заключается в том, что на самом-то деле и женщины, и мужчины в конечном счете придут к тому, что они в конце концов будут чувствовать себя хорошо там, где они чувствуют себя человеком. То есть вот с тем человеком, с кем они встретятся когда-либо, или когда-либо встречаются. Или его надумали себе, может быть такое быть, где у них самореализация происходит. Когда они сталкиваются с человеком, который одним своим присутствием включает у него самые позитивные, развивающиеся стороны, способствует ее развитию, как личность, которая поддерживает ее, или она его поддержит во всем. А не тот человек, который говорит, да брось этой ерундой заниматься, и рубит прямо под корень, потому что она старается, она там что-то делает. Он говорит, да ладно, это все не имеет значения. Когда он лишает ее смысла, ее самореализации, вот это, конечно, они хоть какие бы ни были, они все равно расстались. потому что вот эта вот связь, может быть, когда эта пара соответствует друг другу, когда они вместе, вместе, и в то же время каждый из них является собой. Когда собою являются вместе, когда один не насилует другого, когда другому не приходится играть чужую роль, для того, чтобы быть с ним, играть чужую роль. А когда он остается самим собой, и это совпадает с его, так сказать, восприятием позитивным. Им хорошо вместе, даже не заставляя себя похитничать, придуриваться, там подыгрывать, ну короче, когда они не искусствуют. Я думаю, прошу прощения, я думаю, что мы повесили хорошую интригу, и, может быть, мы по многочисленным, невысказанным просьбам тех, кто нас сегодня увидит и услышит, следующую беседу посвятим разговору о любви. Два мужчины поговорят о любви, как они это понимают. Я думаю, что женщинам будет не безинтересно посмотреть на себя нашими глазами. Я шутник, и могу сразу сказать, что у меня-то влюбленностей много было, и я могу рассказать, чем это было. Качается это всегда пожаром, понятно. Конечно. Роман, я так благодарен, я не хочу просто тебя закабалять, потому что они сейчас начнут вопросами засыпать тебя. И достаточно много ты уделил внимания сегодня. Я просто очень тебе благодарен, и я хочу тебя попросить. Ты не откажешься, если мы тебя еще попросим? Я с огромным удовольствием, с огромным удовольствием приму это приглашение. Мне очень комфортно с вами. Это же потрясающее чувство, когда люди созвучны, когда возникает симфония, что переводится как созвучие. Настрой общий, настроение – хорошее слово. Мы настроены на одну волну. Это необходимо, в жизни это просто необходимо. Это тот момент, о котором вы, любимый Хосе, говорите, когда человеку необходимо побыть собой. Вот сейчас я такой, какой есть. Я перед вами не играю. Я могу быть сам собой. Спасибо за эту возможность. Спасибо. Поскольку сейчас ждет только новорожденный ребенок, поэтому я должен исполнить свои отцовские функции, помочь маме. Хочу всем сказать, что у Романа маленький ребеночек, но уже с большим потенциалом. Роман, как вы знаете, я рассказывал, это внук нашего великого Газенко. И сам он большой человек, великий. В экстремальных ситуациях был и фронтовик, и минные поля, все проходил, и разведчик, и в то же время нейролингвист, который копается в поле смысла слов, и который понимает, что такое отношения человеческие, их прошлое, будущее, настоящее, которое может нам многое показать и многому научить. Я у него учусь, у Романа. Я тоже без всякого скромного. У нас это взаимно. Я учусь, и мне всегда приятно. Я всегда жду встречи. Он всегда занят, всегда у него какое-то радио, всегда у него какое-то телевидение. Кстати, у Романа много фильмов, которые он сделал. Вы посмотрите в интернете. Роман, я тебя обнимаю. Дома, пожалуйста, передавай привет. Я тебе рисую картину. Ты сам тему задашь. Я тебе рисую картину, чтобы осталась от меня тоже память. И вся школа «Человек будущего» от моего лица, как говорится, в моем лице тебя благодарит за встречу. И раз ты не отказываешься, то мы тебя просим, чтобы мы потом договорились. И даже, может быть, встречу сделаем, не буду пока интриговать никому, но сделаем еще как-то, ну, как-то в другой немножко структуре, в другом формате. Может быть, в зуме там сделаем, может быть, еще как-то сделаем. Может, вебинар как-то проведем. Засыпьте Романа вопросы. Кстати говоря, он некоторую часть... О, привет, привет, привет. А вот и моя вторая половинка. Вот кому я картину нарисую. Вот теперь... Да-да-да-да-да-да. Хорошо. Мы благодарим твоего уважаемого супруга. Да, мы его любим. Я его обожаю. Просто тут вопросов нету, потому что мы с ним на одной волне находимся. На одной волне. Есть вещи, где я абсолютно абсолютно его ученик, потому что многому я у Романа учусь. И поэтому я вас обнимаю, друзья. Мы прощаемся ненадолго, еще раз говорю. Да? Следующий разговор о любви. Будем говорить о любви. Еще я хочу всем сказать, чтобы мы там давали ссылки, чтобы посмотрели Сталинград и посмотрели Аврору и посмотрели... Ты бы нам подкинул фильмы свои, чтобы... Обязательно, да. Это важно, да. Я вас обнимаю. В следующий раз малыша бы показали нам еще. Хорошо. Можем на фотографии только. Все, готовьте фотографии. Хорошо. До встречи. До встречи. Давай, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok